Вы знаете, я всегда считал, что военные должны выполнять, ну, или выполняют только приказы, так сказать, там нет места творчеству, нет места инициативе, и, ну, потому что главное там выучить устав, выполнять приказ начальника, и, собственно говоря, в этом залог успеха. А любую задачу они выполняют так, приказом. И поэтому, в общем, ну, наверное, где-то это нужно, но уж точно не в экономике, потому что в экономике нужно какое-то творчество, нужно решать какие-то нестандартные задачи, и в экономике нужно, ну, нужны как раз вот люди, которые умеют что-то решать, инженеры какие-то, находить оригинальные решения, и уж точно этим не должны заниматься военные и всякие силовые структуры. Но признаюсь, что, наверное, я ошибаюсь, очень хотелось бы, потому что сейчас за экономику взялась, взялись силовики, ну, которые у нас вообще взялись за все, абсолютно все стороны нашей жизни, и, соответственно, за экономику тоже. Сейчас я постараюсь пояснить, что я имею в виду. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, хочу сказать, что как-то... Ну, еще в самом начале, наверное, правления Путина, там стояла задача догнать-обогнать, если вы помните, там, Португалию по уровню жизни населения, по уровню ВВП Францию, там что-то такие были задачи, вот, ставились им на заседание Госдумы. Выходит Бастрыкин и говорит, для того, чтобы выполнить экономические задачи, дайте нам, пожалуйста, Следственному комитету побольше полномочий, и мы очень быстро справимся с этой задачей. Я такой смотрю, думаю, блин, ну, идиот. Ну, дальше некуда, понимаете? Ну, вот, ну, у военных все должны ходить строем, там трава должна быть зеленая, бордюры белые, ну, и так далее. Вот, и где там экономика рядом? Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вот сейчас у нас очень сложное положение, вы знаете, там Россия под санкциями и так далее. Что делать? Смотрите. Сейчас у нас есть экспорт, нет импорта. Нам ничего не позволяют покупать. У нас заблокированы все возможности транзакций с иностранцами. И в результате все 20 лет предыдущие, там, 22 года пока Путину власти, мы что строили? Мы строили открытую экономику, и мы продавали нефть, а на выручку мы, в общем сказать, ну, часть они умыкали себе, значит, там во всякие офшоры, там недвижимость покупали. Ну, и на остальное мы покупали все, что необходимо нам на Западе, здесь за счет этого жили. И с успехом при этом разваливали всю свою экономику, все свое станкостроение, производство и так далее, потому что, а зачем нам свое развивать, когда можно купить за нефтяные доходы. И когда какие-то там экономисты говорили, что мы на нефтяной игле, там надо соскакивать и так далее, в общем-то сказать, да-да-да, говорили руководство страны, но при этом, в общем-то сказать, не в силах было отказаться. Вот, и сейчас, когда все, 20 лет предыдущие мы разрушали, все наше производство, тут вдруг мы решили затеять военную операцию и, соответственно, попасть под санкции, и, соответственно, снова возникает вопрос об импортозамещении, то есть отечественном производстве. А что у нас с производством? А с производством следующее. Все производство было настроено на импортные комплектующие, как минимум, импортные товары, как минимум, то есть вообще все было основано на импорте. Ну, фактически вся одежда у нас импортная, понимаете, да? Все гаджеты импортные, и машины состоят из импортных деталей, значит, станки там вообще. Вот, все-все-все импортное. И вот сейчас все это нам обрубают в результате санкций. И, ну, как с этим справиться? Ну, логика военных очень простая. Надо приказать. Мы сейчас прикажем промышленности провести импортозамещение, и оно произойдет. Вот, что и делает, в общем-то, наш президент. Он говорит, что надо сделать импортозамещение. У него любимое слово «надо». Вот. Надо сделать импортозамещение, надо поднять наше производство. Что, значит, дальше идет команда? Исполнители, они же силовики, они говорят всем, значит, ну, тем, кто занимается производством, надо поднять. Они говорят, ну, а как мы поднимем, там, сказать, там надо инвестиции, там что-то, они какую-то херню несут, откровенную говоря, которую, ну, силовики, в общем-то, не хотят вникать в это дело, в экономику. Они говорят, надо поднять производство. Понял? Понял. Вот. Поэтому, значит, конкретика следующее. Смотрите. У меня было производство, и когда я открывал производство, я для чего его открывал? Чтобы не работать на дядю, работать на себя. Сколько заработал, столько будет твое. Значит, и свобода. То есть, надо мной нет начальников. Я делаю то, что хочу, мне нравится, то, что мне нравится, и все, собственно говоря. Вот. Ну, в результате проходит много-много времени. Я пытался там покупать станки какие-то, ну, станки покупать только на свои деньги, понятно, так сказать, там. Те же самые всякие органы, чиновники меня гнобили потихонечку. То есть, они приходили с проверками, говорили там, у тебя там, короче, говорят, ты должен нам заплатить, чтобы мы разрешили тебе работать там пожарники, там, санэпидстанцией и так далее. Вот. Налоговая, конечно же. То есть, все норовили от меня отломить кусочек. Вот. И... Ну, а потом... А потом недвижимость резко выросла в цене, и, в общем, сказать, я выяснил, что я работаю только за аренду. Да, Путин, так сказать, в свое время начал поднимать зарплату бюджетникам. Ну, и так как люди у меня работают, говорят, если раньше у меня люди зарабатывали больше, чем бюджетники, естественно, потому что они работали, то сейчас бюджетники могут не работать, а зарабатывают больше, чем я, чем люди у меня, например. И они говорят, либо повышаешь зарплату, либо мы уходим. И, соответственно, я должен был повышать зарплату с одной стороны, с другой стороны ипотека всякая и так далее. Значит, деньги в недвижимость стали вкладывать, и, соответственно, выросла стоимость аренды. И я выяснил, в конце концов, что я уже работаю не на себя, а я работаю для того, чтобы, прежде всего, насобирать денег для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, которые уже зачастую зарабатывали больше, чем я, и на аренду. И я подумал, что нахрен мне это надо. И, в общем сказать, однажды принял очень правильное решение закрыть производство. И главное, вовремя, на самом деле, как вы сейчас поймете. Потому что, смотрите, после того, как я закрыл производство, ну, во-первых, что делает руководитель предприятия, когда у него возникают трудности? То есть, ну, прибыль уменьшается. Первое, что он делает, он хочет сократить свои затраты, естественно. А затраты какие? Это, ну, прежде всего, зарплата людям и, соответственно, ну, производственные издержки. И первое, что делают обычно, когда возникают трудности в экономике, то руководство предприятия обычно, прежде всего, ну, во-первых, сокращает зарплату людям, работникам. Во-вторых, значит, увольняет людей, сокращает людей. Потому что, если, ну, если производство стоит, то зачем оно? Они нужны, эти люди. Вот. И это проще всего сделать, и быстрее всего. Вот. Ну, а потом уже идет сокращение производственных площадей, там, складских запасов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, я, в конце концов, закрыл все, уволил всех сотрудников, кроме там одного. Вот. И, собственно говоря, и закрыл производство. При этом, значит, танки, ну, часть продал за бесценок, часть на металлолом. Соответственно, аренда у меня ноль. Сейчас зарплата практически, фонд заработной платы нету, налогов, соответственно, нету. Сколько заработал, столько заработал. И фирма у меня зарабатывает деньги сейчас. Она внезапно, после того, как она была убыточной, стала внезапно очень прибыльной. И в течение, там, что-то года или полутора лет я избавился от всех долгов на фирме. И фирма стала приносить прибыль, которую она приносит и до сих пор. Вот. И в прошлом году я сам себе выплатил дивиденды от фирмы в размере, там, миллион рублей. И... Ну, а фирма-то продолжает зарабатывать, там никаких проблем нет. В этом году смотрю, значит, у фирмы там накапливаются денежки, там, что-то там, 1600. И я говорю, там, жене, которая выполняет у меня роль бухгалтера, говорю, слушай, ну, давай выплатим мне дивиденды. За полгода накопилось там. Вот. Она говорит, окей. Прикинули, сколько мы заплатим дивидендов, там я говорю, ну, 600 тысяч, вроде нормально. Ну, 500, ладно. Вот. Ну, там, заплатить налог на дивиденды, естественно, 13%, и все. Она ко мне приходит, через какое-то время говорит, не могу. Я говорю, как не можешь? А вот так. Говорит, запретили выплачивать дивиденды. Ну, не совсем запретили, на самом деле. Смотрите, что происходит. Когда хозяин хочет закрыть предприятие, что он делает? Он, ну, сокращает всех людей, как я уже сказал, потом, значит, избавляется от всего. И когда он избавляется от всего, то у него остаются деньги. Ну, на фирме. А фирма уже не нужна. И для того, чтобы закрыть фирму, он, соответственно, берет и выплачивает, ну, сам себе дивиденды, грубо говоря. И, соответственно, закрывает предприятие. Вот. Так вот, она говорит, что сейчас, в связи с специальным режимом, специальной военной операцией, у нас приняты экстрадирнальные меры. Их нельзя называть военными, они просто, как бы, законы. Вот. По этим законам сейчас временно приостановлено действие закона о банкротстве. Что это значит? Это значит, что сейчас нельзя объявить себя банкротом. Ну, для того, чтобы объявить себя банкротом, надо очень сильно постараться, по крайней мере, там, выполнить ряд условий. И что это значит? А это значит, что, соответственно, нельзя выплачивать дивиденды. То есть, если у меня предприятие прибыльное, то оказывается, сейчас, ну, как бы, вот, в связи с этим законом дивиденды выплачивать запрещено. но если я не собираюсь закрываться, если у меня прибыльное предприятие, то я должен, слушайте внимательно, зарегистрироваться в определенном реестре. То есть, подать заявку, что меня зарегистрировали и как, ну, предприятие, которое, то есть, я должен поклясться, там, там, на Библии, что я не собираюсь объявлять себя банкротом. И, соответственно, значит, я не собираюсь банкротиться, поэтому, поэтому мне можно выплачивать дивиденды. Вот. Так, самый прикол еще в том, что оказывается, вот этот вот реестр, он еще и платный. То есть, я должен заплатить деньги за то, что буду находиться в этом реестре. Ну, а как иначе, потому что чиновники же должны зарабатывать деньги. Понимаете? Вот. И, соответственно, жена говорит, ну, что, говорит, если мы подадим заявку, чтобы нас включили этот реестр, мы, во-первых, должны заплатить деньги, а, во-вторых, ну, она объясняет, она, что там, так сказать, смотрит, там, практика и так далее, говорит, ну, к нам придет проверка. То есть, как это так? Все разоряются, а вы тут успешные, что-то у вас не так. И поэтому, значит, надо вас проверить, чтобы вы перестали быть успешными. Если у вас есть деньги на дивиденды, то значит, эти деньги надо забрать государству, правильно? Вот. Потому что государству, они, ну, как всегда, нужнее, чем нам, простым гражданам. поэтому, поэтому она говорит, ну, давай, наверное, не будем это делать. И, в общем, сказать, я, как человек опытный, я прекрасно понимаю, что, да, сейчас, как только я где-то что-то прокукарекаю, значит, официально, то ко мне обычно с проверочкой должны и прийти. То есть, сейчас запрещено, грубо говоря, выплачивать дивиденды. Но это еще не все. Вот. Смотрите, ну, давайте, таких предприятий, как у меня, не так много. Сейчас очень многие несут убытки, очень многие простаивают, очень у многих не хватает комплектующих. Они все импортные, и поэтому, поэтому, в общем, да, и жизненный уровень падает немножко, покупательная способность у людей падает, и, соответственно, сбыт у компании тоже падает. И, соответственно, надо сокращать производство. Раз надо сокращать производство, значит, есть, ну, во-первых, избыточные люди, которых надо увольнять, и есть избыточные площади, наверное, которые тоже надо, в общем-то, освобождать. статистика об этом говорит, сейчас офисные помещения массово освобождаются, особенно там всякие элитные и пафосные. Ну, офисные помещения, то есть, все-таки не производственные, производственные пока, ну, их можно оставить, вот, ну, опять же, если они не под арендой. вот, так вот, сейчас запрещено просто прокуратурой, прокуратура действует, как только ты хочешь кого-то, значит, ну, подписываешь приказ о сокращении сотрудников, потому что они нахрен не нужны, ну, в общем-то сказать, ты получаешь тут же моментально проверочку от прокуратуры. и не одну. Вот. То есть, ты мерзавец, ты не должен сокращать людей. Это запрещено. Вот, таким образом, я раньше думал, что, в общем-то сказать, прокуратура и силовики не могут заниматься экономикой, а у них все просто. Надо приказать, чтобы не было безработицы, надо запретить увольнять людей. Вот и все. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы они еще как бы дали приказ прибыли появляться самой. Ну, прибыль, она какая-то вещь такая нематериальная, то есть, типа, прибыль вы сами получаете. Вот. Или чтобы убытков не было. Ну, убытки нам тоже никто не собирается компенсировать. Вот. Ну, а если есть как бы дивиденды, то, если есть деньги, то, пожалуйста, вот, если у тебя есть деньги, выплачивай их, пожалуйста, сотрудникам, пока деньги не закончатся. Ты голым пришел, родился, как бы, открыл предприятие, ты голым должен и уйти. В чем наше руководство, в общем-то, и видит свою основную задачу, насколько я понимаю. Вот. сейчас, после того, как за экономику взялась прокуратура, взялись следственные органы, то, в общем, ну, мое мнение, что с экономикой совсем плохо и будет хуже. А как считаете вы? Что же будет с нашей экономикой? И может быть, действительно так и надо, может, я не прав на самом деле, а может быть, это люди действительно так творчески подходят, что сейчас экономика начнет расти, потому что они всем прикажут ходить строем на работу и что-то клепать. Причем, что-то клепать очень креативное, потому что эти ребята очень креативные и они, в общем-то, любят очень креативных людей. людей. Ну, или же, как мое мнение, что, в общем, сказать, все вот эти силовики, прокуратура, следственные органы, они абсолютно убеждены, что есть две категории людей, то есть силовики, и есть все остальные люди, которые преступники. а если он еще не сидит, то это просто их недоработка. И, соответственно, был бы человек, статья найдется и так далее, в этом они проявляют максимальный креатив. И вот сейчас, например, если ты, мерзавец, захочешь увольнять людей или сокращать производство, то, в общем-то, мы найдем, за что тебя посадить. недавно, например, Потанин, небезызвестный, который купил Тинькофф и так далее, он говорит, ну реально, так сказать, где-то там, в какой-то Сибири, ну, не нужно производство, значит, там она загнулась, его модернизировать не имеет смысла, в общем, и надо закрыть, и надо увольнять людей. Он пишет, что, говорит, моментально получилось шесть проверок от прокуратуры. Шесть проверок от прокуратуры, типа, ты не имеешь права закрывать производство, оно не нужно, нахрен, сказать, там, ну, как бы, был рудник, в руднике кончилась руда, ну и что? А людей увольнять нельзя. А что они будут делать, если руды нет? А это уже твои проблемы. Вот как бы так. Ну, и я думаю, что вот с такими методами мы очень далеко уйдем, конечно, мы станем первой державой в мире по экономике, обгоним Китай, обгоним Америку, всех-всех-всех обгоним, вот, и все будет хорошо. Ну, а как вы считаете? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я немножечко вот так офигел. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok